Здравствуйте, уважаемые зрители! Добрый день, друзья! Я вас приветствую из прекрасного южного города Сочи. На связи город Омск. Нахожусь в Ростовской области. Ну, а я нахожусь в Москве. Куда мы приехали сегодня, чтобы поймать одну очень интересную рыбу. Итак, находясь в разных частях России, мы одновременно выходим на воду. Каждый на свой любимый водоем. Наша цель – показать вам, насколько удивительно разной и все же во многом одинаковой может быть рыбалка на севере и юге, востоке и западе нашей прекрасной родины – России. Меня зовут Александр Кураедов. Алексей Винокуров. Алексей Максимов. Меня зовут Виталий Башкатов. Добро пожаловать в программу «Рыболовная страна». Уважаемые рыболовы, здравствуйте! Наверняка каждый из вас пробовал, видел или хотя бы слышал о народных методах ловли. Каждому региону присущ какой-то свой уникальный способ ловли. Тот способ, который доступен не только опытным рыболовам, но и новичкам. То, что признано основной массой рыбаков и считается эффективным для поимки определенной рыбы в конкретном регионе. И таким образом я, Виталий Башкатов, живущий у берега Черного моря. Несмотря на то, что заядлый спиннингист, сегодня выбираю кисточку – сочинскую донную снасть на летнюю кефаль. Алексею Винокурову тоже придется сменить любимый спиннинг на поплавочную снасть. А Саша Кураедов-Омский будет ловить карася. Ему такое всегда в радость. Сегодня автобуса долго не было, да и вообще с самого утра как-то не особо задалось. Но я упорен, и в этой серии для вас, надеюсь, будет очень полезный опыт. Здравствуйте, два до Красного штурма. Пока я загружался в автобус, Леша Винокуров в Нижегородской области ехал к водоему тоже без особого настроения. Ему предстояло ловить сегодня короткой поплавочной удочкой, чего любитель мормышинга, да и спиннинга в целом, не очень ожидал. Однако с режиссером не поспоришь. Саша, в отличие от меня с Лешей, двигался на рыбалку в приподнятом расположении духа. Я решил отправиться недалеко, в дачу сразу за городом и ловить на одной из местных речушек. Место, как вы понимаете, достаточно забитое, все-таки рядом дачи. Популярная и с плюсом. Сюда можно добраться на автобусе. Иногда так бывает. Садишься в автобус в душевном полумраке, но приближаясь к месту рыбалки настроение вдруг поднимается, как по щелчку пальцев. Вероятно, причиной тому восходящий из-за гор солнца. Над нами основная дорога Суча-Адлер, железнодорожные пути, а дальше в водах. Рыбы много. Вон я вижу, тут вот малька. Интересно, что за рыба. Вот здесь вот прозрачная вода. Будем ловить, пробовать, смотреть. А сами полезем вот сюда, на этот водоем. Кроме крася и рутана здесь никто не приживается. Водоем очень мелкий, весь заросший. Это карьер разработанный и брошенный. Да, что я могу сказать. Такой умный я, конечно, не один. Тут прямо оптовка. Вот. О, а с той стороны, кстати, ветра нет. Надо ехать на ту сторону. Вон, ребята, с удочками, вижу, стоят. На лодках никого нету. Ну все, прибыл. Объехал с другой стороны. И вот же ирония. Здесь ветер в любом случае сбоку. Ну, бросать будет, конечно, полегче, но ветер. Ну, волна что-то мне не очень нравится. Куда пойти, куда попадаться. Тут ручеек. Ну, где-то вот здесь, наверное, будет клевать. Клевать. Последствия недавних дождей и штормов. Много-много грязи. Здравствуй, море. Не ждало. А мы приперлись. Итак, долго ли, коротко ли, но все мы до своих мест добрались. Теперь расскажем про снасти, которыми будем рыбачить. Вот только Леша Винокуров сбился с правильного пути. Соблазненный ротаном, он жадно принялся ловить свою первую рыбу, забыв от нетерпения про что-то там рассказать. Вот тут есть пригорчик. И, и, вон уже я вижу, побежал ротан. Вон он уплывает. Сейчас я его попробую поймать, прямо сразу же, не отходя далеко. Он большой какой-то, выбежал. Вот в толще воды, червяк. Я его кладу на дно, приподнимаю чуть-чуть. Ротан подошел. Оп, укусил. И попался. Сошел. Сошел, к сожалению, прямо сразу же сошел. Ну, это хороший знак. Ротан, значит, тут есть. Значит, надо ловить еще. Оп. Треплет, треплет. Представляешь, он зажрал. И выплюнул. Опять плывет. Смотри, какой дикий. С этой стороны теперь пытается с хвоста съесть. Сейчас будет висеть, как питбуль. Вот. Он не успокаивается. Он все равно пытается съесть. Дикая рыба, братан. Дикая. Но ловить интересно. Мы как подошли, спугнули двоих. Я сейчас попробую прямо вот здесь под ногами половить. Рыбы много. Она сегодня здесь гуляет. Ее видно по поверхности воды. Вот всплески эти идут. Это очень меня радует. Значит, здесь будет интересная рыбалка. Пойдемте уже быстрее туда. Оф. Пока Леша переходит на место, где наконец-таки возьмет в руки снасть по теме нашей программы, Саша недалеко от Омска еще даже не начал разматывать удочки. Дело печальное. Смотрим. Я приехал на рыбалку. И чем приходится заниматься? Когда я приезжаю на природу и вижу то, что вижу здесь сейчас, конечно, сердце кровью обливается. И вот хожу, убираю мусор. Как говорится, что в моих силах? Облагородить место немного. И причем в основном это, ну, здесь конкретно, это либо коробочки от рыбаловой насадки, то есть от червей, которые у нас продают, вот баночки от опарыша. Это шприцы, в которых манка сейчас сделана, готовая болтушка. И упаковки от еды, соответственно. Все это на берегу. Друзья, давайте как-то в обе стороны. То есть природа вам, красоту, рыбу, а вы природе. Причем это достаточно просто. Приехали, повешали пакетик, собрали в него весь мусор, завязали, увезли с собой. Но серьезно, ведь большая часть приезжает на машинах. А я пойду дальше мусор убирать. Одни упаковки от рыбаломных насадок и приманок. Свежо с утра. Дрыбада на самом деле. Пару слов о снасти. Так как ловить будем донкой, я использую в качестве удилища бортовую удочку. Можно ловить обычным фидером, но фидеры они длинноваты все-таки. А бортовая удочка имеет очень тоненький конец, но при всем при этом очень грубая, тяжелая, и можно любого веса снасти таскать. И не такая длинная, такой будет удобнее ловить. И поплевочку хорошо видно, и жесткая, чтобы рыба сама себя засекла. Леша ловит не пойми где, не пойми чем, и не пойми кого набрал с собой. И спиннингов, и поплывочных удочек. В общем, лишь бы кого поймать. А у меня нет. У меня сегодня жесткая специализация. Одна единственная удочка, одна единственная снасть, одна единственная наживка. И надежда на одну единственную рыбу. На кефаль. Что у меня есть еще? Для таких удоемов у меня есть самая маленькая, минималистичная удочка. Удочка называется Танаго. Танаго это микро поплавочная снасть. Делаем вот. И вот она, вся удочка. Разматываю. Затягиваю. Насаживаю опарышу, чтобы он шевелился аккуратненько. И вот и вся снасть. Уже можно ловить. Так. Как они треплют жадно. Я не понимаю, что это за рыба. Они пытаются съесть этого червячка, но не могут. Потому что не могут ее проглотить. Он слишком большой. Что же это за рыбки? О! Это гальян. Все-таки это гальян. Вот такой вот наш озерный гальян. Такой вот красавец. Итак, у Леши Винокурова в Нижегородской области пошли гальяны. Некрупная рыбешка. И снасть у него в руках, хотя и народная, но японская, под названием танага в современной китайской интерпретации. Тем временем в Омске Саша, основательно прибравшись на берегу, только готовит свою снасть. Благодаря действиям Саши еще одна рыбная точка стала немного чище. И я искренне верю в то, что водоем за это его отблагодарит и одарит прекрасными моментами душевной рыбалки. Кто смотрел предыдущие выпуски, вот это одна из моих любимых омских донок. Спиннинг. Ему я даже уже не знаю сколько лет этому телескопу. Самый дешевый непонятного бренда. Длина у него по-моему метра два. Да, два метра. Катушечка здесь немножко не по размеру, но простая снасть. Простая оснастка. Да и рыба простая. Мой любимый чемодан, в котором много всего. Дно здесь илистое. Саму оснастку я буду использовать стандартную такую достаточно с антизакручивателем. Специализированной прикормки на карася у меня с собой сегодня нет. Замешиваю из того, что есть. Кормушечку забиваю плотно до конца и отправляю кормушку в воду. Так, все. Удочки у меня с собой сегодня две. Одна из них прямо заряженная на местного карася. А вторая это моя любимая азиатская маленькая удочка. Вот с нее я, пожалуй, и начну. Давно не ловил на 1-граммовый поплавок, потому что все лето ветер, 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 какая-то гадкая погода. Хочется половить на чувствительную снасть. Сначала подберу глубину, закормлю точку. Вот, казалось бы, рядом с берегом, о, все, угадал. А глубина, сколько получается? А глубина больше метра. Все, примерно удаленность от берега и глубину я нашел. Надо прикормить рыбу. Леплю из прикормки вот такой шарик, максимально прямо плотно, чтобы он как можно дольше разваливался у меня. Вот, сейчас поплавок уже снесло, прикидываю, где будет поплавок. Наверное, далековато прикормил. И поменьше вот такую горсточку еще поближе. О, вот так будет идеально. она сейчас там сразу рассыпется, а комочек будет дольше лежать. специализированная донная снасть для ловли на хлеб. Представляет из себя скользящий грузик и пучок из крючков. Называется кисточка в растопырку на жесткой леске. Именно в таком виде оно и работает. В качестве насадки используется банальный батон. Так фраза крошить батон в нашем случае сегодня приобретает специфичные оттенны. Будем крошить батон на кефальт. насаживается хлеб всегда прищипываем так, чтобы была бахрома, а жало оставалось в этой бахроме. первые пол батона прокидаем просто так. И куда закинуть? Пресная вода вот там. Вот так вот уже начинается у нас галька песок. Там будет полностью песок. Я здесь не ловил ни разу именно кефаль. Как положено настоящему фидеристу помечаем дальность заброса. Маркируем на леске. Дно там отличное, чистенькое. Опять заряжаемся. И вот сейчас будет вот такая вот работа. Забросил, сбил, забросил, сбил, чтобы хотя бы вот этот кусочек хлеба оказался на дне в точке лова. Кстати, вот этой штукой можно ловить караси и сазанов. Сазаны обожают. Да и караси в принципе тоже. Им видать тоже нравится собирать крошку и даже на жестких поводках запихивать в себя вот это вот белое крошащееся вкусненькое. Опять целимся. я так и знал что это они сейчас попробую поймать еще нескольких может быть даже покрупнее кого-то поклевок просто тьма есть. Вот он. Ну и наловить их здесь таким вот нехитрым способом можно очень много. Это очень уловистая рыбалка. Конечно, она не сильно вас прокормит, но если не ставите перед собой цель наловить на сковородку, а просто провести время с поклевками, с рыбой. Вот он выход. Ну что, третьего? Подхватывает моментально. Даже до дна не успевает. Вот уже кто-то хватает. Вот такого примерно. И вот он третий гальян. попался? Да. Есть даже проплывают такие крупненькие, но я, наверное, не буду этим заниматься. рыбалка удалась. Итак, дело у нас пошло. Вернее, у Леши с Сашей пошло. Причем, что в Омской, что в Нижегородской области первыми стали клевать вездесущие гальяны. Нужно догонять ребят. А как? Я еще не знаю, но уже догоняю. Оп, есть реакция опять. Оп, притопило, притопило. повел так потихоньку. Есть, первая рыба. Иди сюда, дорогой. Первая рыба на сегодня гальян. Активный, желтенький. Сейчас насажу двух, а возможно даже трех опарышей, чтобы исключить совсем мелкую рыбу. гальянщики это, хорошо, но сегодня они целью не были. Все, опарыши на крючке. Теперь их три. Маленькому гальянщику уже не заглотить. Буду пробовать ловить кого-нибудь покрупнее. А я, пожалуй, сниму жилетку, потому что очень-очень жарко. оп-оп-оп, кто-то хорошо притопил. Жадюга. Жадюга. Трех сразу. Вы смотрите, какой он жирный. Маленький, жирный и попытался заглотить аж трех опарышей сразу. Заглотил-то, заглотил-то жадюга. Уу, не смотрит на меня своими глазами. Все, иди обратно. Вот и крабики вышли позавтракать. О, и у меня там кто-то завтракает. Просидели? Больше часа. Вот одна единственная поклевка была, пробегала какая-то сумасшедшая кефалька. И ничего больше. Сижу и думаю, здесь много песочек, а в том месте, где я поймал чуть дальше, там камешек. Вот, наверное, сейчас пойду на камешек. вернулся на тубуну, где поймал прошлый раз кефаль бомбардой. А у кефаль уже здесь. Правда, не того размера, который бы хотелось поймать. Я не знаю, будет видно на камеру, нет, вот стайка мелкой кефали. Вот так вот, блин. А здесь рыба есть. До жары времени осталось не так уж и много, поэтому я бегом разматываюсь, ставлюсь, заряжаюсь и кидаюсь. Здесь уже на раскармливание времени у меня нет, поэтому двигаемся быстро. сейчас вообще по-стариковски начнем. А что делать? Уже когда придумать нечего, вспоминаешь, что делал твой дед. А дед делал так. Может, поможет. Господи, помоги. Одну рыбку, одну. Сходу опять не клюет, значит, опять не мимо стая. Ну, может, хоть доплывет кто-то. Подождем. В общем, после этого заброса я было подумал, что опять будет фиаско. А нет, рыба проявила себя. Осталось немного подождать, пока она соберется на запах. И пока я жду первой поклевки, Леша Винокуров, вдоволь наловившись гальянов японско-китайской поплавочной удочкой, опять схватился за спиннинг и пошел к затопленным автомобильным покрышкам за ротаном. В современном мире и легкий спиннинг тоже уже стал народной снастью, особенно при ловле ротана. О, нашел вот такое место. Сейчас прямо здесь попробую опустить вертикально и пошевелить червячком. может быть какой-нибудь голодающий ротан и выйдет. Очень любят они жить в покрышках. Посмотрю, не живет ли в ней кто-то. Живет. Ротан особенно крупный. Очень любят жить в таких местах. Вот только что один выскакивал. вот он. Вот он. Вот такой. Вот такой вот ротанчик. Жил внутри покрышки, хвост у него обкусан. Это значит, кто-то на него охотился. Это здесь есть, значит, более крупный ротан. Надеюсь, может быть встретимся с ним. Ну, а этого парня аккуратненько отпущу и проверю еще разочек. Их там может быть несколько. Очень интересно за всем за этим наблюдать, потому что вся рыбалка вот прямо под ногами. Еще один. Они живут. Живут прямо в покрышке. Этот, правда, еще мельче. все запутал. Вообще, как у него так получилось? Вот. Так, сейчас буду распутывать. Это совсем маленький. Вот такой вот. Тоже красивенький. Теперь мне стало интересно, сколько их там может жить. Вот такой. Туда. Что он мне здесь наделал? Все запутал. Каких-то узлов навязал. Все, вроде распутался. Хвостика уже нет у червяка. Хвост откусили. Червяк стал короче. Но я думаю это не критично. Сейчас попробую еще разочек. Последний раз опустить здесь, чтобы посмотреть. Может быть, там кто-то еще есть. У меня тут, конечно, баловство, пока гальянчики, но вот донка никак не дает покоя. То есть, там кто-то периодически пощипывает, 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 но никак не засечется. Знаете, что интересно, это сейчас на бойлик или на червяк льет? Ну, что ж такое тут творится-то, а? Вот кто-то мелкий, вот я прям вижу по бубенчикам, кто-то мелкий щипет. Но как-то не уверен. Не понимаю, есть кто-то, нет? А, кстати, червя съели, слушайте, это на бойлик щиплет. Ох, прям там хороший всплеск был, я прям видел, как при кормке немножко вылетел, значит, хорошо замешал. То есть, сейчас она пока будет падать, там немножко облачком осядет и остатки в кормушке, которые более выпрессованы, там постепенно вывалятся. Идеальный вариант просто. Теперь главное не прозевать. А тем временем на удочке гальяны все еще пытаются съесть трехопарышей. У них это не очень получается, но они они старались и походу одного даже смогли съесть. А нет, не смогли. Жадюги. Мелкие жадюги. Тихо, тихо, тихо. Господи. Так, сейчас бы не прозевать бы. Ух, рыба. Вот кто-то щиплет, щиплет, щиплет и опять не засекается. Я уже там на гальяна вплюнул. Надо успеть подсечь. Пока что кто-то неуверенно пощипывает. Кто? И? Что? Все? Гальяны пойдем и опять издеваются. Вот это было хорошо. Есть! Есть! на опарыша слушайте. На опарыша в середине реки. Кто? Первый карась за сегодня. Обалдеть! Вот кто меня все-таки беспокоил. Вот такой вот малыш меньше ладошки, но очень бойкий, долбанул, наверное, как щука. Обалдеть! Ну что, спасибо тебе, карасик, что ты меня сегодня порадовал. Это первая крупная ну как крупная первая рыба крупнее гальяна за сегодня. Мучить его не буду, отпускаю. Уплыл. Есть надежда? Снимаю червей, ставлю опарыша, добавляю прикормки и попробую еще парочку поймать. Ну все, ребята, я сегодня не без рыбы. У Леши клюет ротан, у Саши речной карась. Молодцы, ребята, пора бы и мне подтянуться. И вот вместо ожидаемой кефали у меня клюнул. Угадайте, кто? Да-да, он самый карась. Уже от отчаяния на меляк в лягушатник закинул, где на пробах у меня рыба была. И там тоже никого. Хоть вот такой вот карасик мелкий бы какой долбил. Вообще ничего. Да та же чуларка, то, что мы видели, под берегом лазила, вот такого размера. Она ведь крошку тоже собирает. И на этой снасти, когда клюет, тоже видно, там пощипывает. А сейчас и не видно ничего. лазила. Будем крупную по торцу искать. До жары осталось не больше часа. Через час здесь сидеть будет невозможно. Зато Леха, наверное, сегодня с рыбой. если бы у меня сейчас тоже собой был и спиннинг, и поплывок, я бы тоже что-нибудь поймал бы, сто процентов. Кажется, шевельнуло. Давай, 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 давай. Рыб, а, рыб. да, кто-то там щипет. Надежда, Надежда, где-то на горизонте забрежала Надежда. Всегда слушаем, как стукнет грузик по дну. Если стука не будет, это значит, что у нас все легло в траву. Опачки, сходу кто-то клюнул, офиге... Есть! Это как это? Это что это? Мелкое что-то, но ведь рыба. Эх! Карась ласкирь. Не по сеньке шапка. О, как видите, снасть-то работает. Ну, собственно, я и не сомневался. Вот такой вот ласкирик. Тоже любитель пожевать хлебушек. Вообще, его турки называют карагес за вот это пятно, черный глаз. А у нас в Сочи почему-то каракосом называют карася зубаря. А это карась ласкирь. У него зубки как у человека, но не выдвинутые вперед. И он, в принципе, плотоядный. Он кушает креветку, он может малька кушать. Двигаюсь дальше и ищу прогальщики вот здесь в траве. Сейчас вот переход будет тропинку вбок. Во, какое шикарное место. Там очень много всяких водорослей. Ротан это очень любит. Сейчас проверим. Очень незаметная рыба. Вот он. Он укусил и стоит на месте. Подплыл и наконец-то прозрачная вода и ротан уже становится вот такой. Красивая рыбка. Сейчас я его отпущу. Давай. Есть ротан. Это очень радует меня. Делаю буквально пару шагов в сторону и вот здесь попробую. Попробую вот здесь. Покрышки опять же. Около покрышек мелкого ротана вижу. О! Покрупнее монстр. я сейчас держу и чувствую как он мне палец прокалывает. Вот и все. Опа! до свидания. Аккуратненько вот так вот посмотреть есть кто-нибудь или нет. Проводку издалека сделаю. Возит любимые любимые ротани покрышки. Вот он укусил и отошел в сторону. в толще воды но преследовать не стал потрепал немножко и убежал. О, клюнул. Есть! Прямо донка выстрелила просто. Слушай, сейчас потяжелее идет либо трава какая-то либо покрупнее. да ладно? Так, друзья, я сегодня в ударе. Он ушел. Все видели рыбу я тянул поклевка была рыбу вы тоже видели все рыба была честно но она такая же прям как по калибру. В общем я не успеваю закинуть удочку пока я насаживаю опарыш и у меня уже клюет на донке. Уже было несколько поклевок без результативных соответственно несколько но рыбка прям радует солнышко вышло рыбка заклевала вообще не типичная бы сказал ситуация что по идее в день в полдень простите как правило активность стихает у того же карася у нас поэтому местные как правило ездят ловить на зорьку на утреннюю либо под закат а сегодня вот так солнце и клюет хочется карася на удочку очень сильно достать вот одного я уже прозевал это прям точно был карась потому что популок ушел под воду и ушел в бок вот хочется карася потому что на удочку этот прям совсем другие ощущения он еще такой бойки так сильно бьет непонятно гальян скорее всего опять я прикормлю немножко рыба мне не дает просто отойти вот не на секунду не на удочку не отлечься вот донка клюет и клюет ухты потянула и все как бы давай это активнее а вот это уже засекся слушайте я сниму бубенчики чтобы не раздражали о прям слушайте он прям бойкий вот прям сейчас чувствую как он бьет приятное вот это ощущение приятный опять что побольше или такой же ой ну этот чуть больше слушать у этот прям ну этот с ладошку добротный карасик вот такое вот прям ну смотрите это это самый крупный за сегодня вот он прям я его на ладошку положу то есть он прям такой ладошечный товарищ все пойду его отпущу еще один заброс кстати говоря опарыш в порядке менять не буду они там по четыре штучки сидят то есть вот один не работал червь практически не работал четыре опарыша работает удивляет следующее обычно хорошо клюет утром или на вечерней зорьки а сегодня у нас троих рыба проснулась ближе к обеду несмотря на жару что творится таким образом лёша по-прежнему ловит ротанов саша карасей а ко мне видать русалки пригнали рыбу и сейчас я поймаю самый крупный экземпляр этой серии смотрим а йоханны бабай я 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 не понял так теперь вот если вот такое начинается начинаем насаживать небольшие галушки когда этого аккуратные маленькие кусочки лето курорт одни рыбу ловят другие купаются ныряют что-то ищет скорее всего краба а у нас очередная поклёвка прям карасик но покрупнее карасик нет ни карасик с воды снимай вот она ракета бомба петарда о-о-о-о кефал сингиль кефаль черноморская пойманная на классическую черноморскую домную снасть для ловли кефаль поздравляю у нее в морде было три крючка вот она красавица не сильно крупная но приятная лёха у меня видишь какая рыба во я конечно наверное никогда не смогу наловить сортанов очень нравится мне процесс активная рыба очень злой хищник если получится найти водоем с прозрачной водой вот как этот то ловить будет очень интересно в плане того что все поклёвки видно выходы видно интересно это добавляет адреналина можно сравнить наверное эту рыбалку со щукой на неогрушку ну только разве что щука крупнее мне кажется я вижу вон там он двух вот он стоит он увидел червяка и сразу же пришел в движение он подплывает он идет в толще воды смотрит укусил вот он вот такая вот рыбалка при правильном подходе это очень очень добычливый способ ловли ротана если получится найти водоем незапрессованный где не такое количество рыбаков которые забирают рыбу то наловить можно очень много но еще раз отпускайте рыбу отпускайте их все таки больше они удовольствия приносят когда они живые когда они клюют чем когда они на сковородке так это повел 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 непонятно встал повел повел а есть друзья ну это смешно виталия лёша у меня трофей вы таких точно не ловили это 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 живец сейчас я вам крупнее его покажу вот в общем он такой гигант монстр чудовище я не знаю как я его вытянул это просто какое-то чудо в общем он он меньше пальцев все отпускаю малыша не мучаю я только малыша отпустил и у меня сразу же на донку клюет вот я слушайте надо вытаскивать бубенчики не звенят но я по плетенке вижу что рыба есть сейчас интересно засеклась нет непонятно я не понимаю есть рыба нет рыбы есть рыба есть рыба рыба есть так чё еще больше или нет хорошие ладошка прям оп тихо дружок еще один дружочек карасик с ладонь то есть это второй хороший по размеру карась так что карась здесь есть никуда он не делся все его я выпускаю в общем дело у нас пошло я наконец-таки на месте где есть кефаль и тоже клюют караси правда морские семейство спарговых я всегда говорил в рыбалке главный азарт вот если не клюет это не рыбалка если хотя бы кто-то клюнул а вот сейчас попал а то метров на десять дальше ушло нормальное жесткое дно все пучком ждем не торопимся ждем не торопимся еще один карась еще один карась ракета бомба петарда посмотрите кисточкам пол кисточки в морде три крючка два ноль в нашу пользу пошли за третьим вот тебе и кефальная снасть а ловим карася ну извините кто на что учился хоть карась ну что ж чувствую наша программа подходит концу и самое время подводить итоги после обеда когда нужно уже было собираться домой нас категорически отказывалась отпускать постоянно клюющая рыба саня ух ты зараза я тебя хотел совсем сильно саня сделать но не получилось пока пытался хвастаться понимаешь поклевку про 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 это не значит что я не буду больше хвастаться просто руку теперь буду держать на спиннинге перед тем как похвастаться вот чуть подальше начинается трава все поклевки вдоль травы как приближаешься к берегу он здесь песчаный поклевки перестают ну все он еще пока в траве стоит это его вот он это его летний модель поведения вот он ротанчик очередной небольшой шикарно все ловись карась большой еще больше на сегодня ты будешь мой финальный я надеюсь что он все таки сейчас клюнет клюнуло прям хороший был удар я сидя на достаточно хорошем месте на берегу черного моря после каждого заброса получал новую поклевку но засечь рыбу не мог помету я что кисточка о шести крючках просто магия какая-то разбивала все нет то ты смотри а такая придавка и мимо мимо и не было печали до кифали подкачали у Саши Кураедова в Омской области на прикормку подошел ну настолько мелкий карась что даже он не понимал как того ловить и что с ним делать есть еще один монстр но это смешно это прям смешно так ну что ж второй просто монстр голубин не знаю кракен пойман отправляется обратно плавать а Леша Винокуров наигравшись с ротанами вернулся на самое первое место и попытался снова ловить гальянов на короткую поплывочку но даже смена снасти не помогла ротаны клевать не перестали вот такие мы неуемные до рыбалки на эту поплавочку на всю на эту суету приплыл местный альфа хищник ну и конечно разогнал всех гальянов очень уверенно клюнул вот такой вот нервный малыш иди рыбалка удалась ротан был к сожалению не крупный был маленький но зато его было много ну что ребят результат моей сегодняшней рыбалки хвастаюсь два карасика и одна кефалька Сань как у тебя дела? а я на сегодня рыбалку заканчиваю ребята вам свою рыбку тоже уже показали до новых встреч с вами был Александр Кураедов город Омск и это проект рыболовная страна смотрите нас еще субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»